Я всех вас сердечно поздравляю с великим праздником не только для Кипрской Православной Церкви, но и для всего Вселенского Православия. Апостол Варнава – это был тот человек, который силу и энергию апостола Паула передал жителям всего острова. Невозможно разорвать миссию апостола Паула и апостола Варнава. И хотя по-человечески они в какой-то момент расстались, эта общая духовная сила воздействия двух апостолов на языческий мир преобразила в том числе и землю Кипра. И сегодня мы воздаем молитвы к святому апостолу Варнаве, чтобы он покровительствовал Церкви сей и земле сей. Что даровал апостольскую силу, епископату, клиру, народу Божьему. Чтобы здесь в очень непростых условиях, в условиях разделенного Отечества, каждый православный киприот получил бы дар от святого апостола Варнавы, дар ревности о вере, о Церкви и о народе своем. И верим, что по милости Божией, молитвами святых угодников, просиявших здесь на Кипре, Господь преклонит милость свою к народу Кипра. И Отечество будет воссоединено. И святыни будут восстановлены. Только веру православную не теряйте. Не соблазняйтесь новыми соблазнами мира сего и века сего. Не считайте, что быть богатым означает быть счастливым. Есть ценности большие, чем материальное благополучие. И мы знаем эти ценности. Это вера, это любовь, это семья, это народ свой, это Отечество. Надеемся, что апостол Варнава ответит на молитвы всех нас. Укрепит нас ревность по православию о Церкви Христовой. И преклонит милость Господа к многострадальному Кипру. Русская Церковь близко к сердцу принимает все то, что происходит с кипрским народом. Это было всегда на протяжении всей истории. И когда Россия была сильной, и когда она становилась менее сильной. Но сегодня есть еще очень важный фактор, который поддерживает любовь всего русского народа и Церкви русской к кипрской земле. Это большая русская диаспора здесь, на Кипре. Десятки тысяч русскоговорящих людей живут сегодня на острове. Все они православные. И находясь на острове Кипр, являются членами местной православной церкви. Как же Россия и Церковь русская могут не видеть страданий этой земли, когда так много наших людей живут здесь сегодня? Вот почему мы говорим о том, что русскоязычное паство Кипра является важным фактором укрепления связей между нашими странами, народами и между нашими церквами. В завершение сегодняшнего богослужения я хотел бы сердечно поблагодарить вас, ваше блаженство, за радость совместной службы. И в завершении своего посещения Кипрской земли хотел бы преподнести дары от русской церкви. В качестве духовного залога нашего единства во Христе и в ответ на почитание православными киприотами русских угодников Божиих я передаю ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, митрополита Филарета Московского и преподобного Амросия Оптинского, каждый из которых особым образом прославил Господа и явил силу Его благодати в земной жизни своей. Пусть эти великие угодники Божии зримо присутствуют здесь, в этих малых частицах их останков, но невидимо предстоят престолу Троицы, ходатайствуя о мире для Кипрской земле и о всех верных чадах Кипрской православной церкви. В связи с ранее обращенной просьбой я передаю этот ковчег с мощами для монастыря Махера, его игумену, епископу, лидерскому Епифанию. Прошу вас принять этот ковчег. ПОДПИСМЕНТЫ ВСЕЛИ well. ВСЕЛИ well. ПОДПИСМЕНТЫ ВСЕЛИ well. икону Божией Матери Владимирская. Она одна из четырех икон, которые особо почитаются на Руси. Подлинник этого образа был привезен в глубокой древности из Византии в Москву. И есть предание о том, что эта икона, подобно кикской иконе Божией Матери, подлинник, был также написан святым апостолом Лукой. Владимирская икона Божией Матери является покровителем Москвы и всей Руси. И я прошу вас принять этот дар. В далеком 2008 году покойный патриарх Алексей II и покойный архиепископ Хризостом II договорились о том, что в пяти старейшим митрополиям Кипрской Церкви и семи ставропегиальным монастырям и трем храмам будут в дар переданы иконы, написанные русскими иконописцами. Первоначально с такой инициативой выступила Русская Православная Образовательный Центр в Ларнаке. И сегодня я с радостью хотел бы вручить эти иконы тем, кому они адресуются. Они предназначены для вашего блаженства и архиепископии, для митрополии Павской, Китийской, Киринейской, Лемесосской и Марфосской, а также для монастырей Махера, Киккос, Святого Неофита, Ставровуни, Мавровуни, Лампадиста и Богородицы Троадитиссы, а также для храмов Богородицы Христополитиссы, Праведного Лазаря в Ларнаке и строящегося русского храма святителя Николая в Лимассоле. Я прошу вас, ваше блаженство, принять эти дары Русской Православной Церкви. Здесь стоят эти иконы. Я прошу, чтобы члены делегации Русской Православной Церкви вручили каждому из влады и игуменам те иконы, которые им предназначаются. Русской Православной Церкви